Ульяновский чиновник Ульяновцы смогут отследить работу транспорта в мобильном приложении. На нижней террасе отключат горячую воду. Ульяновский чиновник С октября 2016 года в исполнительных органах власти развернута полномасштабная проектная деятельность, в рамках которой реализуются десятки приоритетных проектов. Особое внимание уделено национальным проектам. Речь о них шла на последнем заседании Совета. Подробнее в нашем репортаже. Итоги семи месяцев реализации национальных проектов на территории Ульяновской области обсудили на прошедшем заседании Совета по реформам. Напомним, работа ведется по десяти нацпроектам, в составе которых насчитывается 47 региональных. В повестке дня не только подведение итогов, но и планирование работы до конца года. Понять в чем основные проблемы, где есть успехи, где есть недоработки и самое главное, как сейчас оперативно отреагировать на эти недоработки, чтобы исправить ситуацию к концу года. Главная задача национальных проектов – обеспечить прорыв во всех областях жизни. На проекты в 2019 году из разных источников направляется 10 миллиардов рублей. Это 20% консолидированного бюджета области. Сумма немаленькая, а от результатов выполнения зависит прежде всего жизнь ульяновцев. Главная задача – выстроить эффективную систему контроля. В том числе Сергей Морозов отметил, за срыв сроков на ответственные лица будут наложены санкции. Я дал даже более жесткое поручение за неисполнение, за срыв, прошу прощения, срок представительного предложения об освобождении, занимаем должность и даже увольнение соответствующей службы тех, кто допустил неуполнение поручения президента. Решено, что подобное подведение итогов и постановка задач на будущее будет проходить в каждом муниципалитете. А в региональных паспортах будут фиксироваться квартальные значения реализации проектов. Форум ЮрВолга существует уже 8 лет благодаря активной поддержке регионального правительства, ассоциации юристов России и многочисленных партнеров. ЮрВолга стала крупнейшей площадкой, на которой молодые юристы из самых разных регионов России обсуждают актуальные вопросы права, узнают об инновациях законодательной деятельности, обмениваются опытом и завязывают деловые и дружеские отношения. За все время существования форума его участниками стали почти 6 тысяч ребят. На площадке побывала наша съемочная группа. В Ульяновской области проходит международный молодежный форум ЮрВолга. Форум давно уже перестал быть просто студенческой площадкой. Сегодня даже ведущие юристы страны и члены федерального правительства почитают за честь попасть на эту площадку, чтобы поделиться своими идеями и поднабраться новых. Главными темами форума стали проблемы, которые волнуют общество в последние годы. Цифровизация избирательной системы, спортивное право, блокчейн. Собравшихся приветствовал губернатор и по совместительству председатель Ульяновского отделения организации Ассоциаций юристов России Сергей Морозов. Я думаю, что мы в скором времени можем определенно говорить, наверное, каждый российский юрист в молодости когда-то приезжал или мечтал приехать на ЮрВолгу. На шорум для большинства вас, молодых участников, это то место, я это много раз уже слышал лично в процессе и официального, и неофициального общения, хочет приезжать снова и снова. Наша ЮрВолга вместе с вами стала прекрасной стартовой площадкой для профессионального роста. В качестве спикеров и модераторов на форуме выступают лучшие из лучших. Специалисты, которые являются настоящими профи в своей сфере. Особо значимым правительство России считает присоединение к Европейской юридической конвенции. На форуме этот вопрос обсуждался отдельно. Участие России в конвенции, оно уже сыграло важную роль для совершенства законодательства. В частности, мы уже решили вопрос создания национального инструмента для борьбы с нарушением разумных сроков судебного разбирательства. Принят был после ряда актов Европейского суда наш собственный федеральный закон о компенсации за нарушение разумных сроков судебного разбирательства. Теперь мы имеем собственное национальное средство правовой защиты. Защита личной информации в современных условиях, правовая прокачка юриста, карьера в правоохранительных органах РФ, развитие своего бренда в соцсетях. Эти и другие темы будут обсуждаться до завтрашнего дня на территории Архангельской Слободы. Павел Половов, Даниил Сурков, Новости Улправды ТВ. В Ульяновской области ведут навигационно-информационную систему и должность ночного диспетчера. По прогнозам правительства, это существенно улучшит качество пассажирских перевозок и создаст на дорогах новую модель транспортного обслуживания. Данила Ноздряков подробнее. Перед началом нового учебного года вопросы безопасного транспортного обслуживания населения становятся одними из самых актуальных. Тем более, что эта сфера вызывает множество нареканий у жителей региона. Я хочу сказать о том, что безобразно мало уделяем внимания качество работы транспортного обслуживания населения. Поэтому, когда начинаешь смотреть, вот я не очень давно посмотрел очередной такой опрос населения города Ульяновска, в категории первых пяти наиболее важных раздражающих население проблем названа работа общественного транспорта. Жители области постоянно сталкиваются с некачественной работой транспорта, поэтому люди могут назвать самые болевые точки отрасли. Решено активнее привлекать общественность к выявлению и борьбе с проблемами. У них уже есть свои рекомендации, как наладить работу. Например, решить одну из самых острых проблем – отсутствие транспорта в вечернее время. С пяти часов утра до двадцати трех должен быть диспетчер. Они сейчас работают до восемнадцати, до девятнадцати у некоторых, уже, ну вот, девятнадцать. Выполняют свои функции, да. В дневное время они контроль ведут. А дальше уже сами по себе водители. Поэтому срыв расписаний. Пожаловались общественники также на изношенность электротранспорта, отсутствие единого контролирующего органа и недостаточное количество автобусов большой и средней вместимости. Последнюю проблему обещают начать решать в ближайшее время. Мы планируем приобрести подвижной состав, новый. Это автобусы средней вместимости, которые приобретает наше предприятие областное, ПТП-1. Пятьдесят автобусов до конца этого года будут поставлены на маршруты. Двадцать автобусов уже будут поставлены непосредственно в первой декаде сентября. Общественники считают, что они помогут исправить ситуацию при соблюдении нескольких условий. На мой взгляд, нужно делать так, что вот эти автобусы должны работать с утра и до ночи. То есть они должны быть распределены по маршрутам и должна быть доступность населения. А для лучшего мониторинга передвижения общественного транспорта с начала октября планируют запустить региональную навигационную информационную систему. В мобильном телефоне можно будет увидеть, как передвигаются автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутки. Данная система будет доступна для всех ульяновцев. Егор Тестов, Данила Сурков, Новость Улправда ТВ. На нижней террасе на сутки отключат горячую воду. Приостановка подачи горячего водоснабжения от котельный патронный завод запланирована с 19 по 20 августа. Городская теплосеть планирует повысить надежность снабжения теплом и горячей водой потребителей во время зимнего периода. Сутки энергетикам необходимы для серии переврезок на трубопроводах теплоисточника с целью подключения нового технологического оборудования. Раньше стоило баснословных денег, а сейчас достается даром. Процедура экстракорпорального оплодотворения в нашем регионе проводится бесплатно на протяжении нескольких лет. Как опрести долгожданное счастье вопреки обстоятельствам, расскажет Виктория Черкова. Родить здорового малыша мечтает большинство женщин. У одних получается сразу, другим же приходится подождать или воспользоваться дотяжением современной медицины. Как утвердают врачи, после года попыток зачатия паре необходимо пройти обследование. Бывают случаи, когда врач-репродуктолог советует прибегнуть к экстракорпоральному оплодотворению. До 2013 года ульяновцам приходилось ехать за мечтой в клиники Москвы и Санкт-Петербурга. Но вот уже на протяжении шести лет в нашем регионе практикуется бесплатное ЭКО. Для этого пациенту нужно обратиться в женскую консультацию по месту жительства. В женской консультации проводится полное обследование супружеской пары. И пациентка направляется на комиссию Министерства здравоохранения. Комиссия выдает направление на проведение программы ЭКО совершенно бесплатно. Процедура входит в обязательное медицинское страхование. Она выполняется специалистами Альянс Клиник, партнера родильного дома Насурова. Стоит отметить, что расходы на обследование перед процедурой также покрываются средствами регионального бюджета. Аппараты для диагностики используются современные. А это значит, что врачи имеют полную картину пригодности генетического материала. В Ульяновском центре ЭКО даже есть прибор, который решает проблему мужского бесплодия. При изобретении этого аппарата проблема тяжелого мужского бесплодия была абсолютно решена. Принцип аппарата в том, что сперматозоид вводится в цитоплазму яйцеклетки. И мы получаем оплодотворенную яйцеклетку, культивируем и получаем эмбрион. Услугу можно получить два раза в год интервалом в шесть месяцев. Как утверждают специалисты, возрастных ограничений нет. Создание условий для повышения рождаемости – это одна из ключевых задач нацпроекта «Демография». Доступная ЭКО может заметно увеличить прирост населения. На 2019 год в клинике запланировано 450 циклов зачатия. Для большинства библиотека цифровка собственных фондов, которые состоят из книг, газет разных форматов и степени сохранности, является проблемным. Но Ульяновский дворец книги нашел выход из этой ситуации. В учреждение завезли новый суперсканер, в чем его плюсы разбиралась Ирина Антонова. Сбылась мечта сотрудников областного дворца книги. Научная библиотека приобрела инновационный сканер. Это стало возможным благодаря государственной программе Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия» в Ульяновской области на 2014-2021 года. Теперь не будет проблем с оцифровкой особо ветких и большеформатных изданий. Обычные сканеры с данной задачей не справлялись. Возможность этого сканера, в первую очередь, чем отличается от предыдущей модели, то, что он способен сканировать изображение уже А1 размером и даже больше, то есть А1+. Его преимущество – это скорость сканирования качества, гораздо более высокая за счет профессиональных фотокамер, установленных там. В первую очередь сканируем книги из редкого фонда, книг и газеты, то есть Ульяновская правда, Ульяновские комсомольцы. Дворец книги осуществляет перевод уникальных книг, коллекций, периодических изданий на электронные носители в целях обеспечения их сохранности и доступности для пользователей. В настоящий момент в библиотеке насчитывается 3342 экземпляра электронных копий документов, хранящихся в фонде библиотеки. Из них 2586 документов находятся в открытом доступе. Кроме этого, из фонда библиотеки передано 112 электронных документов в Национальную электронную библиотеку. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Новости Уллправда ТВ. Завтра в Ульяновской области ожидается переменная облачность, температура воздуха составит 23 градуса тепла, ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Итоги дня смотрите по будням в 18.50 на информационном портале ulpravda.ru. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин